Главный, наряду с секретаршей совбеза Арменом Григорином, рупор армянской русофобии, спикер национального собрания Ален Симонян нашел причину, чтобы не ехать в Санкт-Петербург на заседание межпарламентской ассамблеи СНГ. Господину Симоняну якобы позарез необходимо присутствовать на внеочередной сессии армянского парламента. Поэтому в Питер отправится 12 июля вице-спикер нация собрания Рубен Рубинян. Безусловно, это просто отмазка. Никогда еще парламентские заседания не мешали заграничным поездкам Симоняна. Да и парламент в Армении, структура хоть и шумная, но всегда абстрагирующаяся от наиболее острых вопросов. Скажем, и признание Арцаха территории Азербайджана осенью 2022-го, и блокада Арцаха, и последующая его сдача, все это прошло мимо высшего представительного органа власти Армении и его председателя Алена Симоняна. Между тем, судьбоносные явления армянской жизни, не замеченные над С-собранием, Ален Симоняна активно ставит в вину России. И потерю Арцаха, и акты азербайджанской агрессии, и поведение ОДКБ, во всем этом Симонян обвиняет российские власти. Обвиняет громко, порою истерично, и даже по-хамски. Но заочно. Спорит даже с официальным представителем МИД РФ Захаровой. Но тоже заочно. И вот Симоняну представилась возможность предъявить имеющиеся претензии очно, на межпарламентской площадке. Перед всем честным СНГ, включая кстати Азербайджан. Глаза в глаза. И дело не только в том, что прямое обсуждение конфликтных тем честнее и пристойнее, чем тявканье из-за угла. Прямой диалог, это путь к решению проблем. Ведь что ни говори, Россия остается ведущим партнером Армении во многих сферах жизни. Но Ален Симонян не хочет точного разговора, не желает прямого диалога, не рвется решать проблему. Все потому, что у него другая задача, создавать проблему. Раздувать на пустом месте. Симоняну поручено оболгать Россию и периодически вливать в уши армянам потоки русофобии. Если бы он выступил со своим цирковым номером на МПА СНГ, ответ последовал бы незамедлительно, и не только от российской стороны. Прямой коллективный отлуп клеветнику — это, господа, красота. Но это не входит в расчеты директора армянского цирка. Поэтому Ален Симонян продолжит свои антироссийские кричалки в прежнем режиме, заочном и одностороннем. А жизнь в СНГ пойдет своим путем, без пустопорожнего парламента Армении и его трусливого спикера.